Здравствуйте, меня зовут Владимир Пензоров. В сегодняшнем уроке Apache Lab мы поговорим о профессиональных кутерах Huracard. Кутеры используют для быстрого измельчения продуктов. Степень измельчения зависит от скорости вращения ножей и от продолжительности процесса. При помощи кутера можно получить превосходный фарш из мяса птицы или рыбы. Также вы сможете быстро приготовить массу для суфле, омлета, приготовить соус, пюре из овощей, а еще замесить тесто и даже измельчить лед, орехи или шоколад. Сегодня на нашей кухне представлена одна из самых популярных моделей кутеров Huracan HKN CL6. Из чего состоит кутер? Из чаши. Цифра в маркировке кутера обозначает рабочий объем дежи. В нашем случае 6 литров. Чашу устанавливаем на корпус и закрепляем. Так как чаша и корпус непосредственно взаимодействуют с продуктами, они сделаны из 304 стали, которая устойчива к окислению. Лезвие ножа, на поверхности которого расположены зубчики, благодаря которым мы легко можем обрабатывать такие твердые продукты, как орехи и крышки. Благодаря прижимному механизму наш продукт не расплескается из дежи. И панели управления, на которой мы легко можем выбрать нужную скорость вращения ножей, от чего зависит степень измельчения продуктов. Данный кутер имеет удобное электромеханическое управление и работает от сети 220 вольт. Вы легко сможете подключить его в любую розинку. А теперь испытаем кутер в работе и приготовим воздушный паштет из куриной печени. Стоит также отметить, что загрузка продуктов должна происходить только при полностью отключенном кутере. Продукт в чаше должен быть заполнен до половины для того, чтобы она лучше, кутер лучше перебил продукт. В случае, если куски, которые вам нужно перебить, крупные, их стоит порезать на мелкие куски. Закрепляем крышку, ставим на место прижимной механизм и выбираем нужные нам параметры. Для паштета из куриной печени я выбираю максимальное число оборотов 2800. Данная модель может работать в диапазоне от 1100 оборотов, это low, до 2800. Это high. Нажмите на кнопку пуск на панели управления. За счет S-образной формы лезвия ножа во время работы осуществляется скользящее движение. Соответственно, давление на продукт уменьшается, он сохраняет свою первоначальную стойкуру. Если вам нужно добавить какой-то ингредиент в работающий кутер, для этого есть специальное отверстие в крышке. После достаточного измельчения нажимаем на кнопку стоп. Наш паштет готов. Рабочий цикл кутера не должен превышать трех минут. В зависимости от выбранной скорости, вы можете получить продукт, нарезанный на мелкие, средние или крупные кусочки. Все зависит от того, что вы хотите приготовить и от типа выбранного продукта. Например, свинина измельчается за 18 секунд, фасоль за 60, а арахи за 30. Давайте проверим, за сколько мы приготовим соус для салата Цезарь. Добавили все ингредиенты. Можем засекать время и готовить соус. Включаем. Наш соус готов. Можем заправлять салат. Такое количество соуса я приготовил примерно за две с половиной минуты. В линейке кутеров Huracan представлены еще три модели. Как мы уже говорили, цифра в названии обозначает объем чаши. Например, модель CL9 и CL9M отличаются большим объемом. Обратите внимание, что кутеры Huracan не предназначены для перемалывания костей, замороженной рыбы или мяса. Иначе это приведет к поломке оборудования. Для очистки кутера нельзя использовать жесткие щетки или приспособления, которые поцарапают поверхность. Пользуйтесь профессиональными средствами очистки. Итак, мы убедились, что кутеры Huracan станут прекрасными помощниками на профессиональной кухне. Оборудование достаточно компактное и подойдет для заведений с небольшой кухней. При выборе кутера обращайте внимание на его рабочий объем, мощность и производительность. Они должны соответствовать технологии приготовления ваших блюд и планируемому объему. Если у вас остались вопросы, пишите их в комментариях. С вами был Владимир Пензеров. Пользуйтесь техникой правильно!